Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 15 июня и наконец-то я на всем участке закончила высадку томатов. Вот у нас в сибирском регионе мы начинаем высаживать традиционно после 10 июня. Но я высаживала и раньше, и после 10 июня, еще высаживала вчера. И сейчас я хочу поднять тему, которая муссировалась очень долго, и зимой, и весной, когда были разговоры, зачем сеете так рано, зачем высаживаете так рано. Вот про эту теплицу, когда я высаживала 24 апреля, мне говорили, ну зачем высаживаете так рано, мучаете растения, земля холодная, ничего не будет, они все умрут, там корнем холодно, все. И вот сейчас я хочу поговорить на тему, оправдана ли вот такая ранняя посадка, вот такая, и в теплицу, и в открытый грунт. Я сейчас пройду по участку и покажу вам растения, томаты, которые высажены рано, и которые высажены у меня в традиционные сроки. И я даже ничего, никаких выводов говорить не буду, вы увидите все сами. Вот, например, вот эта теплица у меня высажена 24 апреля, 24-26, когда, в принципе, у нас в сибирском регионе еще никто не высаживает. Сейчас я вам покажу ее, потом пройду на участок. Вот эту теплицу я высаживала в самую первую очередь, 24-26. И когда говорили, что еще холодно, сразу замечу, что грунт никак не подогревается, просто сверху вот этот инфракрасный обогреватель, который я включала, конечно, здесь было и похолодание, все, но любой человек, глядя вот на эти томаты, даже беглым взглядом, он увидит, что томаты все здоровы. И, как бы сказать, что вот то, что некоторые писали, что невозможно так рано высадить, земля холодная, все, поверьте, томаты очень выносливые растения. И если они стояли немного в одной паре было, когда холодно, как только наступило тепло, они очень быстро пошли в рост. И сейчас, конечно, это самая-самая такая, вот, первая теплица, которая даст мне ранний урожай, в которой уже много, ой, сейчас спустимся, в которой уже много вот таких больших томатов висит. Есть некоторые полностью сформированные, нам остается только ждать, когда они начнут буреть и краснеть, все, вот это ранняя высадка в теплицу. Еще раз отмечу, грунт был холодный, и когда я высаживала, действительно, на улице было холодно, но каждый раз, когда мы высаживаем в сибирском регионе в такие ранние сроки, это ясно, что это риск. Но когда вы получаешь первый урожай уже в конце июня, и пусть даже в начале июля, когда у нас сейчас только некоторые высаживают рассаду, то это риск оправданный, делаем только для того, чтобы у нас очень-очень поздно наступает тепло, и очень поздно первые плоды мы ели бы, если бы высаживали по рекомендациям специалистов. Сейчас пойдем открыть. Вот эту грядку я тоже высаживала не в традиционные сроки, очень-очень рано, и тоже было тут холодно, лежали под пленочкой, они стояли, вернее, лежали. И вот это индетерминатные, все высокорослые у меня. И тоже здесь очень много уже больших завязей. Это, наверное, будет второй урожай. Ну, еще там демидовцы, которые рано высажены. Сразу скажу, что эта рассада, у меня остаток, все, что осталось от теплицы, все я высадила сюда, и она прекрасно тоже пережила, несмотря на то, что я боялась, что это индетерминатные томаты, что они могут здесь заболеть или что-то с ними случится. Но почему-то очень многие думают, что если высадить рано, то томатам будет очень плохо, что ничего хорошего не получится. Но я думаю, вы видите, по обильному цветению и вообще по состоянию, что все томаты, видите, они все завязываются. Кстати, здесь я их, по-моему, и не бурным ничем не опрыскивала, потому что тут ветерок, тут все продувается. И кусты у них нормальные такие, ну как, не маленькие. Они тут даже, по-моему, не тормозили у меня в развитии нисколько. Но сейчас пойдем на то большое томатное поле, где у меня демидовцы, где самые-самые такие там первые я высадила в открытый грунт. Посмотрим еще. Ну вот эта грядка вам всем знакома. Эти демидовцы и Настинка я высадила в самую-самую первую очередь. Помните, когда было холодно? Естественно, я туда далеко дальше не пойду. Они все уже вот в таких плодах. Они тоже пережили очень продолжительный холодный период. И вот это и между теплицами, где индетерминанты, это остатки рассады от высадки в теплицу. Я говорила, что всегда сею побольше, вдруг замерзнет или испортится. Нынче ничего не замерзло из рассады, не испортилось. И вот я их высадила рано. Как вы видите, вот эта ранняя высадка, очень много было таких не очень приятных комментариев, когда писали, что это мартышкин труд, это дурость какая-то, разве можно в Сибири так рано высаживать. Ну, как видите, можно. И те, которые я высадила за ними, они тоже, ну как, не в очень плачевном состоянии. Сейчас пройду, тут кто-то хотел дальше, дальше посмотреть, какие ряды вправо идут. Вот, короче, это поле. Вот это вот первый ряд. Он тоже высажен явно, что не в традиционные сроки, но не после 10 июня. После 10 июня, который я высаживала, сейчас покажу. Вот этот высажен после демидовцев, и вот этот высажен после демидовцев, но рано. Видите, как зелень идет туда далеко? Видно, что кустики-то неплохие, хотя они высажены намного заранее, чем нужно было. Так, ну про демидовцев я вам ничего не говорю уже. Вы их уже, наверное, наизусть знаете. Потом сейчас продвигаемся на кусты, которые я высаживала вот, более поздние сроки. Чем более поздние сроки, ясно, тем меньше вот эти томатики. Такие маленькие еще стоят. И вот представьте, если бы я высадила все томаты в традиционные для сибирского региона сроки, то есть после 10 июня, ну это вот сейчас, вчера, позавчера, все томаты у меня выглядели бы вот так. Потому что мы ведь должны высадить не цветущие, только с зачатком бутона, вот 6, 7, 8 листьев и зачаток бутона. Значит, мои посадки были бы вот эти вот. Ну и никому не нужно объяснять, когда с таких вот посадок можно дождаться первый томат. Это явно не июнь, это явно не июль, и может быть даже не август. Вот сейчас они пока приживутся, пока они расцветут, пока они завяжут плоды, пока они сформируются, нальются, пока они побуреют, покраснеют. Ну и там я и состарюсь уже. Так что я вот говорила, что даже вывод не буду делать никакой, что вы сами должны сделать вывод. Но вывод сделать хочется, хочется озвучить, что ранняя посадка это все-таки здорово. Конечно, это риск. И нельзя все томаты высаживать, если вот у вас есть рассада, всю рассаду высадить в один срок, прям рано, хоп, ее и выкинуть на улицу. Нет. Вы видели, что я высадила вот этот вот, он у меня, этот, и в тоннелях была рассада, долго стоял один, вот когда все морозы уже такие прошли, минусовые сильно-сильно, даже были прихвачены листья, я вам показывала. И потом уже постепенно я начала высаживать вот этот ряд, потом вот тот ряд, все это как немножко маленькими шажочками. И все равно, когда я высаживала уже вот этот и вот этот ряд, можно было предположить, что еще будут морозы, и что вот все эти посадки у меня, может быть, подмерзнут. Но я вам всегда говорю, что у меня на этот случай, я всегда сею на запас рассаду. И вот вывод такой, что если бояться, и не высаживать рано, у нас в сибирском регионе, если высаживать вот сейчас, 10, 12, 15 июня, то, конечно, многие томаты у нас не успевают вызреть, потому что в сентябре у нас уже бывают первые заморозки. А как быть с крупноплодными, с такими сортами, которые очень долго формируются, очень долго куст наращивают. Конечно, я всегда высаживаю рано. Я каждый год, у меня есть суперранние посадки, есть там чуть раньше традиционных сроков, и, конечно, есть те, которые высажены в традиционный срок. А, забыла показать вам те, которые побиты градом. Сейчас, подождите-ка. Ой, ой, да я тут поливала, тут лужи. Вот это тоже же ранняя посадка у меня. Помните, которые я говорила, хилые и чахлые, которые град побил, и не один раз. Но все, они уже немного... У них цвет лица изменился, цвет листа. Все у них хорошо. На некоторых даже вот такие хорошие томатики. Ну, разве были бы такие томатики, если бы я высадила их вот сейчас, в июне. Конечно, им досталось нынче много, судьба у них нелегкая. Но все-таки они все равно дадут мне урожай раньше, чем те, которые я высаживаю сейчас. Все, показала вам вот несколько кусочков. Сейчас я пересчитаю, сегодня, завтра, пересчитаю все свои посадки, чтобы знать, сколько я высадила. Я же даже не знаю. И потом я постараюсь провести вас по всем участкам огорода и расскажу, когда высадила, и покажу, как они себя сейчас чувствуют. И вы поймете, что ранние-то посадки везде в плюсе. Даже те, которые были замороженные, там на горе, на грядке, они намного обогнали всех остальных. Ну все, до свидания. Вот это наши ранние посадочки. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова